Здесь логики какой нет, я думаю, что прокуроры тоже являются вне логики. Просто как получается. Понятно. И текущий момент, что сегодня, промежуточный? Сегодня у нас объявлен перерыв до полдвенадцатого, потому что не явились адвокаты, и судья ждет, что они все-таки могут явиться в суд. И тогда он примет решение. А че адвокаты? Вот этих вот ребят? Да, которые идут с ним вместе по делу. У Пигарева, я так понял, есть адвокат, да? Да, у Пигарева есть адвокат, он был в заседании. Но он тоже просил о переносе, потому что в этой спешке не успели нормально ознакомиться с делом, как он сказал. А у кого нет адвоката? Я их фамилию не запомнил, да, их сейчас много очень. Четыре человека, да, сейчас? Да, четыре человека проходят у нас по делу. Опять же, заседание носит подготовительный характер. То есть решаются технические вопросы, но у нас самое главное – заявить в ходатайство об измерении меры пресечения. Основания есть, то есть все приложения сделали. Хотели, чтобы суд выслушал, но возможно, что перенесут еще раз. Потому что тех людей, у которых нет адвокатов, не должны залежать право на защиту. Там основания что для изменения? Основания такие, смотрите, судебное расследование закончено. На сегодняшний момент, вот как его задержали, его ни разу уже не допросили, никаких следственных действий не проводилось. То есть первоначально, даже вот это содержание в течение месяца, он задержан был 30-го, носило очень такой сомнительный характер. А на сегодняшний момент все материалы собраны, как считает следствие. Все лица допрошены. Керам. Вот, поэтому он никак не может повлиять на ход следствия. Плюс доказательная база очень слабая. То есть, вообще дело может рассыпаться. И применять самую исключительную меру содержание в таких условиях, ну, тоже как бы неразумно. У него две дочери сегодня в судье присутствовали. Жена, отец лежит на стационаре. Но сегодня и в судье присутствуют. Жена, отец лежит на стационаре. В общем, факторов очень много, не говоря о том, что он, когда ющий спортсмен, ходит в мировую элитку. Добрый день, ну.